462 день войны и свежая сводка с русланом левиевом атака дрона по краснодарскому краю по нпз нефтеперерабатывающего заводу на то есть продолжаются собственно атаки украинской стороны для того чтобы обескровить российскую армию в преддверии грядущего контрнаступления подробно также разбираемся и в атаке на москву которая произошла накануне стали известны и остальные типа беспилотников но и говорим про российскую пропаганду которая постоянно рассказывает как она то уничтожила гур то уничтожила всю существующую технику в украине то значит уничтожила всех бойцов высу и прочего как вообще воспринимать эту информацию как с ней работать если там хоть доля правды и как собственно не повестись на всевозможные фейки обо всем этом и многом другом сегодняшней сводки вместе с русланом левиевом вы можете поддержать видео поставив лайк написав комментарий или подписавшись на канал ну а вот наш разговор с русланом левиевом ну по фронту полная тишина поэтому новости прям совсем немного и фактически все новости сводятся либо к обстрелам обеих сторон либо к технике давайте собственно с этого всего и начнем по части вчера я говорил в сотке про уме говорил или не говорил я вот сейчас уже начинаю путаться в голове что я включался только что не включал в общем было по моему вчера или позавчера удар по юрьевке который находится между мариуполем и бердянском на побережье бы были тогда видеозаписи и фотографии поднимающегося где-то вдалеке дыма и поэтому было непонятно почему в итоге попали сейчас появились фотографии конкретно последствий но собственно вот фотографии дыма кто поднимались с юрьев юрьевки и собственно кадр кадров взрыва а вот собственно последствия по какому-то такому объекту зданию попали причем попали чем-то довольно таки судя по всему бы давайте большим о том что это был за объект если какие-то погибшие или пострадавшие пока что неизвестно продолжаются атаки и по краснодарскому краю с помощью беспилотников камикадзе сейчас горит одна из установок афибского нефтепрорабатывающего завода есть кадры видеозаписи как в ночи там полыхает все губернатор краснодарского края он подтвердил что горит одна из установок по перегонке мазута и афибский нпз он находится плюс минус примерно по соседству от ильского нефтепрорабатывающего завода по которому тоже несколько раз уже по нему убили то есть чуть-чуть юго-западнее краснодара вот туда вот как-то прям так прицельно постоянно стараются попасть и его попали в очередной раз в белгородской области опять произошел обстрел в этот раз попали по пункту временного размещения жителей поселка середа поселок середа он находится на границе с украиной и в итоге в результате этого обстрела один человек погиб причем по этой фотографии понятно кто это погиб охранник вот он будет бытка охранника стоит и уже подтверждено что ими именно охранник погиб и там по моему еще было сколько человек человека от в двое раненых собственно середа секунду среда находится вот прям находит на границе россии и украины жители этого поселка как говорят в новостях сейчас от слили еще год назад из этого поселка поселок находится прям непосредственно границ то есть 0 километров от границы с украиной и переселили в санаторий которые которые опознали и местные жители я нашел там в комментариях под постом губернатора как санаторий 1 мая санаторий 1 мая находится в поселке титовка около шебекина и как видите до границы скажем так не сильно далеко я померил расстояние от титовки до границы россии и украины 5 с половиной километров вот такой способ обезопасить гражданских видимо по мнению губернатора глоткова белгородской области то есть определить от 00 километров до 5 километров хотя на 5 километров там практически что угодно объет очевидный итог есть погибший есть раненые и говорят что эти жители перемещенные которые в этот санаторий они там живут уже собственно вот эти вот ну почти полтора года то есть казалось бы можно еще представить что в нормальной ситуации допустим взяли жителей поселка который находится вот прям непосредственно границы переместили в какой-то санаторий которые тоже недалеко от границы просто как такой временный вариант чтобы подыскать жилье но вот уже полтора года они там живут и получается предполагалось ли как будто бы они там в безопасности вот такая вот логика у белгородских от властей сама шебекина я видел даже узел каналов возмущение что они говорят вы куда нахрен отселили то есть ну в чем смысл такого переселения каким образом она вообще может хоть кому-то помочь вплоть до того что даже говорят что то того кто вот как-то заселился их изгруппировал в одно место потому что это из ну домов отселили в единое собственно говоря помещение что повышает всяческие риски вы наоборот очень сильно подставили людей и сложно здесь не согласиться да ну и вот даже даже по карте если посмотреть вот у нас слева тут на границе среда тот сам поселок откуда эти жители были были присланы если просто смотреть вдоль границы то вот мы попадаем ту самую титовку то есть особо как-то ситуация особо не поменялось того что из-за среды все в титовку переместили людей очень очень странная такая эвакуация людей сама шебекина город в белгородской области около которой находится эта самая титовка и санаторий тоже оказался под обстрелом есть некоторые разрушения ну или как а сейчас принято говорить не шебекина а наверно шемякина или шмекина ну что был эфир этой скобеевой где оказалось что местные там эти эксперты они даже не знают как правильно называется этот шебекина хотя я вполне допускаю что просто не таким образом преодолевает фильтр дело в том что была вот на днях новость что в группе первого канала вконтакте под новостями вели фильтр на слово шебекина то есть если ты пишешь комментарии который содержит слова шебекина у тебя автоматически ботом удаляется может быть и на федеральном телевидении то же самое вели и приходится экспертом так менять немножко название на слюнного пункта чтобы проскочила в эфир вот поэтому можно назвать шемякина шемякина как-нибудь так по части вчерашней атаки бесплодников есть некоторые дополнительные уточнения во первых сейчас много обращать внимание на слова мэра киева кличко которые в эфире украинского телеканала обратился к головнокомандующему вооруженной силы украины заложенному с вопросом если россияне могут кошмарить киев то почему жители москвы отдыхают вот и то есть фактически он тем самым я показал можно из этого предположить что фактически цель всей всей этой атаки на москву это был такая акт возмездия это можно даже сделать отсылку ко второй мировой войне 1940 год когда британские королевские ввс бомбили берлин военного смысла в этом не было вообще никакого бомбить берлин ну типа и зачем было бы с военной точки зрения было бы логично там сбрасывать на те же там авиабазы где люфтваффе базируется там на немецких солдат но бомбили берлин почему потому что это был акт возмездия что типа показать типа вы бомбите лондон и целом великобританию своими люфтваффе то мы тоже можем точно так же делать типа в отношении вас и бомбить берлин тоже потом дальнейшими советская армия в сорок первом году тоже бомбила берлин тоже не имеет нет нет никакого военного смысла это было такое чисто вот акт возмездия и судя по всему в данном случае вот со вчерашним событием это тоже видимо был такой вот акта возмездия так смотри то что ты описываешь я бы только расширил да как акт возмездия что акт возмездия это во многом еще и акт превенции в каком смысле что акт возмездия он не в вакууме существует да он существует для того чтобы показать что те или иные обстрелы за собой порождают собственно обстрелы уже тех кто обстреливал то есть для того чтобы снизить мотивацию обстреливать вот то есть непонятно сработает или нет ясное дело но вот собственно как превенция это тоже попытка сработать ну и честно скажу несколько мне кажется притянуто что вот эти слова Кличко можно интерпретировать как то, что вся атака дронов была одним большим актом возмездия. Собственно, Кличко не имеет отношения к атаке дронами. Нет, я понимаю. Я говорю про то, что он все-таки не частный человек, а чиновник, мэр города, большую столицу. Неважно. Я говорю не про то, что он принимал решения. Я говорю про настроение украинского общества и украинских элит в том числе. Я не думаю, что если он внутри какой-то более радикальный, то он возьмет и просто вывалит в эфир какие-нибудь радикальные мысли. Он, соответственно, работает на электорат и пытается отразить их мысли тоже. На Кличко довольно много, довольно разных высказаний было за эти годы. Я лишь, не знаю, читал ли ты отсылку или нет. Помнишь, он там «Завтрашний день» смотрел и все такое. Да, помню. Я к тому, что все-таки как-то на на одном высказывании там получастного лица, полуофициального лица. Ну, конечно, не одно только высказывание, а в целом просто самые события, что вот эти бесплодники летели и попали в жилые дома. Какого-то там смысл, военного смысла, в этом никакого нет. Но, в принципе, логично, что типа ответка за Киев, за бомбардировку Киева, в принципе, логично, кажется, подобно. Поэтому я и говорю, что это предположение. Я не утверждаю, что это именно точно так. Говорю, что это предположение. И тогда мы переходим к вопросу, который постоянно поднимаем в таких ситуациях мы. Является ли это то, что в нашей терминологии называется военным правонарушением. Потому что типа попали по гражданским объектам, но никто не погиб. Есть пострадавшие, вроде как говорят, но никто не погиб. Соответственно, типа правонарушение, как это мы называем. Такого терминга на самом деле не существует, это наш неологизм. Я не могу доказать ни того, что здания гражданские были целью, ни того, что они не были целями, но в целом по тем кадрам, где мы видели, что бесплотник попадает в технический этаж жилого дома, где мы видим, что бесплотники летят в целом вообще очень низко. Скорее наводит на мысль, что в маршрут, когда закладывали, куда эти бесплотники должны лететь, как бы не учли высотных зданий по пути. И уж там попалась по пути высотных зданий и вот и врезались. Но как бы здесь ни то, ни другую версию доказать мы в данный момент не можем. Однако смогли идентифицировать сами бесплотники. Ну, некоторые из них, которые использовались во вчерашней атаке. Во-первых, по части того бесплотника с аэродинамической схемой «Утка», про которую я говорил, в нем опознали украинский бесплотник «Бобер». Это бесплотник разработки «Укробронпром». Причем он довольно-таки новый. Его технические характеристики неизвестны, видимо, там засекречены, но не разрушались они. Но говорят, что он был разработан для главного управления разведки Украины. И еще одну модель опознали. Ну, кстати, на этой фотографии вот, собственно, видно, что у него крыло сзади находится и спереди есть еще такое небольшое оперение. Поэтому называется это аэродинамическая схема «Утка». Вот. И второй бесплотник тоже опознали. Названия у него вроде как нет. Он по аэродинамической схеме «Летающее крыло». Его опознали по обломкам. Вот, собственно, слева и посередине вы видите те обломки бесплотника, которые были во вчерашней атаке по Москве. А справа такой же бесплотник при атаке по Ильскому нефтепорабатывающему заводу в мае этого года. Ну и вот тоже, опять же, тоже двигатель этого бесплотника при атаке по Москве вчера. И такой же двигатель бесплотника, который нашли в Тульской области в марте этого года. Он, собственно, выглядит вот таким образом. Причем тоже известно, что это украинская разработка вроде как «Укргронпрома». И есть даже видеозаписи, которые публиковали украинские волонтеры, где вот украинцы запускают этот самый бесплотник по вроде как Ильскому нефтепорабатывающему заводу, насколько я помню. Ну вот эти кадры. Соответственно, по этим двум идентификациям, это и так было понятно, но просто дополнительное подтверждение, что это точно украинские силы запускали все эти бесплотники, которые вчера прилетели в Москву. Конечно, тут если опять украинская сторона скажет, что это какие-то партизанчные силы не связанные с нами, то опять возникает такой неудобный момент, типа, а откуда тогда у них ваша техника? Вот как это было с РДК, то же самое получается и здесь. Ну как, советник офисопрезидента Михаил Подоляк сказал, что это нейросети заставили бесплотники задуматься и вернуться обратно в Москву, поражать цели. Так что версия стройная и логичная. То есть Москва запускала украинские бесплотники и они вернулись обратно в Москву? Не обязательно Москва, но кто-то запускал какие-то бесплотники и их искусственный интеллект принял решение лететь в Москву для того, чтобы... Да, но бесплотники это украинские, которые используются только главным управлением разведки Украины. Ну, знаешь, собрать бесплотник можно из частей... В любом военторге можно купить вместе с Хамви и МРАПом, да. Еще в телеграм-канале Досье Шпиона, такой малоизвестный телеграм-канал, появились фотографии, на которых мы видим поражение пункта боевого управления зенитно-ракетного комплекса С-400. Говорят, что вообще это первый случай поражения пункта боевого управления этого комплекса, который был подтвержден фотофиксацией. И тут я... Там же в этой посте говорится, что это произошло в 20-х числах мая 23-го года при атаке на склады временного хранения вооружения на территории Херсонской области. А вот буквально на днях я вам текстом говорил, то есть не показывал фотки, но говорил, что текстом есть еще некролог на одного такого бывшего казака, который погиб в ночь на 26-го мая и в некрологе прямо написано, что он погиб при ударе по батарее ПВО. Вот его фотография, его зовут Пунин Юрий Валерьевич, и то есть по датам сходится, и по типу тоже сходится, потому что ПВО, но есть 400 соответственно тоже ПВО. однако по номерам той установки, которая уничтожена, мы видим, что там 87-й код. Напомню, кстати, что на военных номерах вот этот код он означает не регион, он имеет совершенно другое значение на военных номерах. 87-й код относится к центральному военному округу, а вот этот казак погибший, он вроде как из Ростова, а Ростов относится к южному военному округу, поэтому есть некоторые такие вот неувязки, так что может быть совпадение, может быть реально он был на той установке, которую мы видим на фотографиях уничтожено. Некоторые вот эти моменты непонятны, но вот косвенно такое подтверждение есть. Алексей Резников, министр обороны Украины, говорит, что Украина уже получила от союзников около 60 танков Леопард-2, конкретно второй модификации, и он говорит, что это порядка двух батареонов по 30 танков в каждом. По части Леопардов-1 пока неизвестно, сколько уже приехали в Украину и приехали ли вообще первая модификация, но их там по-моему обещали что-то порядка под двух, по две сотни, что-то около того. Вот 60 это вроде бы и немало, но в принципе и не так уж и много. Not great, not terrible, как говорится, с этими танками на данный момент получается. Еще новость из Украины, то что Украина вернула тела еще 79 защитников с оккупированной территории, об этом сообщает Министерство интеграции Украины. И, как я сказал, поскольку новостей сегодня мало, закончим новость на русском добровольческом корпусе, который, ну раз мы освещаем его деятельность, по части там, то, что он заходил в Белгородскую область и делал вот такие вот диверсии, то этот момент тоже важно осветить. Они опубликовали манифест, ну во-первых, они на последние недели старательно так старались отмежеваться от Пономарева и его там высказываний, там всяких политических различных, и они подчеркивали, что типа мы самостоятельно, мы типа не с вами. А, кстати, Пономарев, напомним, что он напрямую вот так и связан с Легионом Свободы России, он постоянно его пиарит. Как он заявляет, давай так. Как он заявляет, да, я говорю, как он заявляет, да. Вот. И русский добровольческий корпус опубликовал манифест, который фактически сводится к мысли «Россия для русских». Ну, то есть основой их посыл в том, что земля принадлежит тем, кто на ней рожден. А то, что на ней рождены не только русские, видимо, им в голову это никак не приходит. Ну, в принципе, для меня это неудивительно, потому что я всегда считал, что вот такие совсем прям откровенные неонацисты, это люди в интеллектуальном развитии застрявшие где-то на уровне там, примерно пятого класса, не более того. Ну, и, собственно, даже если вы почитаете этот манифест, то там видно, что человек явно не начитанный, не умеющий писать все это писал. Вот, и они там противопоставляют либерализм и коммунизм, что либерализм это там все про деньги, что там всех ценят по деньгам, а коммунизм это, наоборот, про равенство, но при этом нищета. А нужно, типа там во главе, чтобы во главе были такие этнические принципы. Ну, ну, и вообще, типа, нужно следить по крови. Типа, если ты тоже крови, что и я, то ты мне брат, а все остальное там следить в либерализме, типа, это плохо. Действия, ну, поскольку у нас сходка короткая, поэтому я могу сделать такое лирическое отступление. Вот, сколько я здесь уже в Америке нахожусь два с половиной месяца, и сколько я общаюсь с людьми, я вижу, что, наоборот, во-первых, в таких вот странах, где развита демократия, судить не потому, что, типа, сколько у тебя денег, то так и по тебе и судят, наоборот, судят, что, типа, если у тебя есть деньги, ты заработал, значит, ты вот способный, умеющий, не какие-то там взятки, все ты заработал, откатами, а именно чего ты добился. Но, в принципе, это не является даже критерием, типа, если у тебя тоже нет денег, тебя точно так же нормально относятся, и как миллиардеры здесь, как правило, они не такие гламурные постоянно, как правило, ездят, а более такие человечные. А по части вот смешения культур и всего прочего, я вот, например, все эти два с половиной месяца почти в каждодневном режиме работаю, вот прямо сейчас с людьми из Ганны, Шри-Ланки, Тайване, в общем, Эфиопии, Египта, мы каждый день общаемся, обмениваемся там мыслями, информациями, взглядами на всю ситуацию в каждом своем регионе, и благодаря этому, собственно, мы и обогащаемся друг другу, и я вижу, что уровень нашей команды из этого тоже значительно быстро растет, и те рассечки журналисты, которые бывали на обучающих семинарах Беллинкет, где я преподавал, они могут вспомнить, что я тоже каждый раз продвигал такую мысль, что нужно как можно больше общаться с людьми, что вы так обмениваетесь информацией, вы получаете что-то новое, узнаете что-то новое, и тем самым развивайтесь. В этом всегда было преимущество нашей команды, команды сети, и я думаю, что именно благодаря этому, ну, в том числе благодаря этому, так довольно-таки хорошо у нас все пошло, и так успешно команда развилась, что нас знают во многих странах мира, нашу команду, потому что мы всегда общались с зарубежными экспертами, обменивались опытом, обменивались мнениями, поэтому, как я вижу условно прекрасную Россию будущего, это страна, где наоборот, мы должны стремиться за мозги со всего мира, чтобы к нам в Россию приезжали там лучшие люди, любой там другой национальности, кто угодно, европейцы какие-нибудь, англичане, американцы, из средней, центральной Азии, Ближнего Востока, самые такие способные, умные люди приезжали, вот за это бы мы боролись. И когда в одной компактной территории находится много таких разных культур, рост происходит, на мой взгляд, экономически гораздо быстрее. Главная цель наша для того, чтобы каждый человек, он был счастлив. А если он счастлив тогда, когда у него есть дело, которое ему нравится, которое ему приносит там плоды, у него есть там деньги, когда его семья успешна, безопасна, и она имеет какие-то перспективы для развития и так далее. Вот в этом, на мой взгляд, это главная наша цель, к которой мы стремимся, а не к тому, что типа судить по деньгам, что типа у тебя есть там, у кого-то типа нет миллиарда, тот пошел в жопу, как говорил Полонский. Вот, это не так. В этом плане, они, конечно же, абсолютно не правы. И вот просто я бы хотел в этом моменте подсветить, насколько они прям вот такие фактически откровенные неонацисты, этот русский добровольческий корпус. Ну, что, в принципе, было довольно-таки неудивительно для нас. Ну, когда мы с ними общались, когда мы с ними общались, а мне в интервью обещали, что они своих целей хотят добиваться в рамках политической конкуренции в демократической стране со свободой слова. Поэтому, покуда в манифестах они не призывают никого физически уничтожать, то в целом, ну, даже такие диковинные взгляды, которые, на мой взгляд, не соответствуют моим и не являются хорошими, могут зачитать. По крайней мере, в любом случае, до того, чтобы дойти до прекрасной России будущего, о которой ты говоришь, промежуточная цель это сделать так, чтобы война закончилась, а Владимир Путин проиграл. И коль скоро РДК прикладывает усилия к этому, скажем так, ну, вот таким причудливыми зигзагами мы пока на одной стороне, хоть и, наверное, в очень дальних точках этой стороны и вряд ли когда-либо, значит, наши точки пересекутся. Я хотел тебя, возвращаясь к войне, спросить, скажи, пожалуйста, вообще я вижу последние недели какой-то прям вау от российских зетканалов и пропаганды, значит, они уничтожают все на свете, они уничтожают центры принятия решений, как сказал Путин, значит, вот ГУР вчера уничтожили раз 15, значит, потом уничтожают склады в огромных количествах, уничтожают скопления живой силы и каждый день убивают огромное количество сил в СУ, уничтожают огромное количество танков и прочее, и прочее. Как вообще с этой информацией, ну, что называется, работать, то есть, вот когда идут какие-то бесконечные заявления, вообще есть ли, ну, можно ли это как-то верифицировать, соответствует ли, ну, хотя бы частично там есть ли работа российской стороны по каким-то там, я не знаю, складам, скоплениям, еще чему-нибудь, и как вы проверяете эту информацию, спрашиваю, что называется, не столько для себя, потому что я в целом не воспринимаю любую из этой информации, пока нет подтверждений из какого-либо другого третьего источника, спрашиваю, потому что, ну, люди, что называется, впечатлительные, и вот когда уже пятнадцатый раз там какой-нибудь двадцатый из этого канал пишет, что мы там убили Буданова, уничтожили ГУР или еще что-нибудь, люди как-то вот начинают думать, а вдруг, а вдруг в этот раз написали, что называется, правду? Ну, я думаю, те, кто прям чуть ли не каждый день смотрит наши сводки, они могли заметить схему, по которой мы работаем, в том плане, что, возьмем даже пример с Бахмутом, Пригожин заявил, что взяли, Украина говорит, что типа нет, не до конца взяли, еще что-то держим, что я тогда говорил, что типа я не могу подтвердить ни то, ни другое, типа при этом те, кто сильно промоциально поддерживает Украину, они говорили типа нет, точно не взяли, типа мы не верим Пригожину, и точно все еще держит позиции, при этом никоим образом не обосновывая свои слова, просто потому что хочется в это верить, а я говорил, что типа, хоть и мне тоже хочется, чтобы там какие-то позиции оставались за Украиной, я говорил, что типа я доказать не могу, поэтому ни то, ни другое, как только доказательство появилось, где украинская артиллерия носит удары по району самолет, я сказал, что типа вот, вот доказательство, теперь я могу сказать, что типа да, теперь Бахмут полностью захвачен, то же самое касается, вот у меня вот буквально там вчера-позавчера был спор с каким-то там подписчиком, бывшим подписчиком в Твиттере, опять вокруг этого Легиона Свободы России, который сказал типа, вот Марк Фегин, он даже встречался с ними, разговаривал с ними, а он в отличие от себя там и был на войне, и служил, поэтому, наверное, он лучше знает, поэтому типа, типа я ему верю. Опять же, не надо там верить кому-то, не надо верить мне, просто развивайте критическое мышление и перепроверяйте. Я же даже когда говорю про Легион Свободы России, я же объясняю, почему мы, на что мы опираемся, когда мы говорим, что его как самостоятельного подразделения не существует, несмотря на все эти фоторепортажи. Про вот эти элементы, что у них долгое время не было никаких потерь, вообще об этом ничего не сообщалось, и только после моей критики у них вот при последнем рейде оказалось, что у них есть двое погибших. Впервые они об этом, кажется, сообщили. То у них на всех фоторепортажах там абсолютно такая идеально чистая форма, то у них там при рейде Белгородской области нет своего эксклюзионного контента, то есть я вы привожу конкретно каждый раз факты, на что я опираюсь. Поэтому не надо тоже прям мне верить. Верите и перепроверяйте. Развивайте критическое мышление. То же самое с потерями той или иной стороны. Вот, например, Шторм Шедоу возьмем прямо сейчас. Шойгу заявил, что они перехватили 29 крылатых ракет Шторм Шедоу. Мы когда увидели это заявление, мы такие, а вообще было столько ракет пущено Шторм Шедоу? Мы смотрели вот эти вот попадания по всяким складам, пунктам управления, по-моему, там их было вообще единицы. Какие там 29? Откуда он вообще их взял? Это было немного непонятно. И при этом украинская сторона в ответ на слова Шойгу заявила, что типа все Шторм Шедоу, все прям 100%, они все попали в цель. Помрежников, если не ошибаюсь, сказал. И вот кому верить? Ни тому, ни другому нужно проверять отдельными фактами, которые будут, то есть дополнительными такими материалами, которые должны либо подвергать, подрождать, либо опровергать сказанные слова. Мы видим конкретные попадания по пунктам управления, мы видели обломки этих Шторм Шедоу в разных местах, где они попадали. Соответственно, как минимум, несколько попаданий мы точно видим, что там к ним точно не все перехватили. Ну и помним для себя в голове, что обе стороны, и украинская тоже, они всегда склонны преуменьшать свои потери и завышать потери врага. То есть, то есть, то есть, и то, что Генштаб регулярно публикует, помню, что ли не каждый день, сколько вот в эти сутки было убито и ранено российских солдат, мы тоже на это внимание особо не обращаем, пропускаем ему шею, потому что понимаем, что там цифры тоже так примерно рисуются, которые хотелось бы видеть, не которые обязательно реальные, а которые хотелось бы видеть. Вот так как бы короткий ответ, развивайте критическое мышление и перепроверяйте информацию, не верьте никому, перепроверяйте. Включая нас. Ну и последнее, что я спрошу, скажи, пожалуйста, вот по атаке, по атаке Москвы дронами, да, там вот как раз информация была там с разных источников, и от самого Путина, значит, он аж вылез выступать, что, кстати, я интерпретирую, как то, что все-таки существенное психологическое, эмоциональное давление это оказало на российское общество в том или ином виде, потому что не часто он любит ассоциироваться с плохими событиями, но вот, значит, цифра называлась Шойгу 7 беспилотников, причем, знаешь, я обратил внимание, это 7 беспилотников самолетного типа. По-моему, 8. Или 8. 7 или 8, да, сорян. 8, скажем так. Вот, и он там уточняет, что самолетного типа, а мы теперь знаем про утки, вот эти вот самые, значит, которые летают. Нет, утка это тоже самолетный тип, это самолетный тип аэродинамической схемы утка. Угу, то есть, это все правильно, это самолетный тип тоже. Я понял, потому что просто в тех сообщениях, которые я видел, их противопоставляли. Типа, вот самолетного были типа Кобар, а вот, значит, утка. Ну, ладно, не суть. Вот, в общем, он говорит, что все сбиты, что было, значит, 8 штук. Ну, давай просто проговорим. Ну, он не совсем так сказал. Он сказал, что трое из них были подавлены рэп, и мне так кажется, что он как бы тем самым подстраховал свое заявление, что когда у него спросят, типа, так вот же, есть прям конкретные фото-видео, где три отдельных беспилотника вылетели прям в жилые дома. Один взорвался в районе технического этажа, а другие прям влетели в квартиру. Типа, где, где ваше сбитие ПВО? Про эти три он может сказать, типа, это те самые, которые были подавлены рэп, и дальше они просто уже в неуправляемом режиме врезались в жилые здания. Наверное, он для этого так сказал, что типа, трое были подавлены рэп, а все остальные были сбиты панцирями. Скорее всего, так. Ой, как удобно, как говорится, да. Ну, в общем, слабо это похоже на правду, насколько я понимаю. Не в смысле... Ну, конечно. Причем сначала, когда мы там только начинали записать сводку, потому что это примерно в те же часы было. Я помню, что было прям... Не помню, что это были за официальные источники. То есть ссылка прямо на кого-то из чиновников. Заверяли там 20 вообще бесплатных или 25. У базы была на источнике ссылка 25, потом до 30. Да, а потом, судя по всему, когда я пошел вот эта методичка, что типа, так, надо что-то преувеличить, давайте поменьше, поменьше сделаем. Вот тогда все начали, резко поменяли мнение и сказали типа 8. Уже не 20, не 25, а прям 8. Единым хором прям таким. Поэтому, да, конечно, врут, привирает. Но да, как минимум, там то ли одно, то ли два сбития мы видели на видео, то есть оно изображено на видео, как сбивает прям. Но мы видели и попадание по жилым домам, соответственно. Мы видели, как там Ильинский, по-моему, село, ну, под Москвой, где там на поле взорвался, тоже бесплатный, ну, не похоже на сбитие, соответственно. Ну, так что да, конечно же, врут, привирают. Да, еще меня удивило, что даже Z-каналы начали друг друга убеждать, что, ну, вот эти самолеты, которые вы бравировали несколько дней назад, что, значит, уничтожили самолеты украинские, вот, на даже Z-каналы начали говорить, что, ребята, это старые, старые самолеты, не обращайте внимания, они действующие. Вот как-то Z-каналы, а, самое, знаешь, какое, лучший пост вчерашнего вечера, честно говоря, это у Грейзона, значит, где он говорит то, что я все время говорю про то, что перестаньте верить Министерству обороны, все, что они говорят, вранье, значит, никогда они не поразили никаких целей высокоточным оружием, в общем, честно говоря, все больше и больше Z-каналов появляется, и Z, так скажем, активистов, включая Пригожина, которых прям можно, знаешь, цитировать, ничего не меняя, вот как и заявление Пригожина по Рублевке, например. Включая, это правда Рубов всяких. Да-да-да-да-да, вот, ну, так сказать, мы только запустим, друг другу глотки перегрызут, значит, высунувают гораздо меньше работы. Спасибо тебе большое, и увидимся уже завтра, всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok